Приветствую вас, и к сожалению, в жизни бывает так, что мужчина встречается с женщиной, вступает с ней в отношениях, у них начинается роман, есть чувства, есть какие-то планы на будущее, но наступает момент, когда мужчина должен определиться, будет ли он с этой женщиной всю жизнь, или нет, собирается ли он свидать с вашей женщиной, официально или нет. И для мужчины это достаточно серьезный шаг, если он к этому не готов. И потому, в первую очередь, о чем нужно сказать, это то, что, да, легче всего подумать, что мужчина просто испугался ответственности, сбежал, и все. Но ведь вы не просто так решили, что пора пожениться. И это решение не было, скорее всего, принято спонтанно. Оно было осознано, оно было выберено, оно было по обоюдному согласию, а раз так, то мужчина-то этого, скорее всего, тоже хотел. И если мы за основу, за аксиому возьмем то, что безначально хотел за вас выйти, лениться на вас, прошу прощения, то получается, что он, когда наступил момент истины, он понял, что еще не нагулялся. Он понял, что ему хочется еще свободы. Он понял, что для него сейчас стать мужем, стать семьянином, стать семейным мужчиной означает себя ограничить. Это, в конечном итоге, не соответствует его интересам на данный момент. И именно поэтому он и не пришел в рак. Потому что он хотел быть с вами, и он, наверное, хочет быть с вами, он хочет с вами жить. Но вот сделать вас своей женой, окончательно перейти на вот этот вот этап жизни, да, когда мужчина становится семейным, он еще не готов. Он еще не созрел для этого. И да, это, безусловно, очень плохо, да, удивительно для него было по отношению к вам не прийти в акс. Могу представить себе, что вы испытали в этот момент, и никому не пожелаю этого, вам искренне сочувствую. Но факт остался взводным. Если мужчина, если предположить, что мужчина был согласен, изначально же не целовался. То, безусловно, он понял, что еще не готов именно к этому отрезку своей жизни. Я думаю, да, не готов. Безонечка не нагулялся, ему хочется свободы. Он должен принимать брак как ограничение своей свободы. Таких мужчин много, и, к сожалению, ваш оказался именно таким. Если за основу брать другой момент, а именно, что он не хотел жениться на вас изначально, то в таком случае он делал это ради вас. И он ваши интересы ставил на первое место по отношению к своим. Он поступал так, в надежде на то, что сможет сделать вас счастливой, сможет пожертвовать своими интересами ради ваших, и задумка у него была достаточно благородная. Но, когда наступил момент, момент Х, он понял, что этим интересам своим, что стоит нежелание, нежелание на данном этапе жениться на вас, он пожертвовать не может. И он не смог в силу ряда причин сказать вам об этом в лицо. Потому что ему стыдно, вероятно, в этом случае. Потому что он сам себя за это ненавидит. Потому что он понимает, что он допустил слабость, он понимает, что он вас смертельно обил. Но так же он понимает, что если пожертвовать своими интересами в данном случае, то, скорее всего, не сможет сделать счастливой вас именно в долгосрочной перспективе, потому что сам он не будет счастлив. Вот счастливый человек может сделать другого человека счастливым тоже. Он может поделиться с ним своим счастьем, заробить его им, а несчастный человек не может сделать другого человека счастливым. потому что ему нечего дать другому, ему нечем поделиться. И мужчина, естественно, этого не осознавая, то, что я вам сказал, но инстинктивно, подсознательно чувствуя, что к хорошему ни к чему не приведет его жертва, он оставил вас в ЗАГСе одну. Вот именно так, с точки зрения психологии, можно расценивать поведение вашего мужчины. Потому что испуг ответственности, это слишком, знаете, на поверхности лежит, слишком, знаете ли, очевидно. Ну, согласитесь, если вы, допустим, понимаете, что он испугался ответственности, то вы хотите подтвердить этот обман у нас. Так или иначе, так или иначе, в общем, это правильно. В любом случае, что-то мужчина должен был сделать, это и есть проявление его ответственности, да. Но это слишком общее, это слишком, как бы сказать, это следствие. Страх перед ответственностью есть следствие, но не причина. А причина – это то, что я описал вам выше, ранее в видео. Именно эти причины исподвигли мужчину поступить именно так. Потому что, ну, поверьте мне, в восторге он от своего решения не прибывает. И оно это решение не сделало его счастливее, и если вам это интересно, и как-то не воодушевило его, нет. Наоборот, набрать в него, уверен, сейчас очень плохо. И вам желательно, если вы все-таки этого мужчину любите, если вы готовы его просить, то вам желательно будет понять, что мужчина двигало, когда он не хотел прийти в ЗАГС. Почему он так поступил? Спокойно, без агрессии, без руганий, без обид, без сарказма, спокойно, добре желательно поинтересуйтесь у него об этом. Скажите, ну вот, дорогой, ну вот как так? Вот мы собирались отписаться, я собрался, нарядился, оделся, взорвался на родственников, всех предупредили, да, свидетель, пришел, а ты не пришел. Ну, почему ты не пришел? Скажи мне. Я все пойму, но ты скажи. Вот если построить свою линию поведения так, сможете понять, почему мужчина этого не сделал. Это помогло бы вам избавиться от нерелационных комплексов именно по отношению к самой себе. То есть, понимаете, что делается у мужчины, а не у вас. То есть, вы, конечно, это понимаете, но человек, человеческое существо в том, что он склонен к сомневаться в себе самому тоже. И вот эти знамения могут вам не дать спокойно жить. Чтобы с ними было, нужно прояснить ситуацию до конца. Возможно, с первого раза у вас не получится на этой причине, но за второго и третьего мужчина поймет, что вы не собираетесь как-то его оскорблять, унижать и так далее, но все получится. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам мой ответ понравился, сделайте его лучше. Пожалуйста, буду вам очень благодарен. Пока желаю вам всего доброго и удачи.